Добрый вечер всем нашим зрителям! Сегодня понедельник и в эфире очередная программа «Доживем до понедельника». Я не склонна считать, какая она по счету, но, по-моему, она сегодня 12-я. И мы сегодня работаем несколько в другом составе. Один из обывателей моих коллег по эфиру сегодня отсутствует. Итак, сегодня в студии Григорий Гельфер, наш руководитель Ольга Владимирова и меня зовут Елена Кальянова. Кто работает в другом составе, а кто тут наблюдает, потому что я просто директор, я директор-распорядитель. Во-первых, я распоряжаюсь сегодня эфирным временем Гендина. Ну, я специально села, Гарик, на твое место, попросила, чтобы Гендин потом не сказал, что я его подсиживаю. Пусть лучше он скажет, что я его подсиживаю. Нет, ну тебе он ничего не скажет. Коллеги с таким многолетним уже стажем, я думаю, что он, может, подумает, но это уже такое дело. Ну, в общем-то, мы сегодня работаем в обычном режиме, у нас работает прямой телефон 370-3101. Мы вас приглашаем участвовать в нашем эфире, в обсуждении тем. И, как обычно, страничка на Фейсбуке тоже активна на протяжении программ. Вы можете писать, комментировать, возможно, задавать вопросы. Я просто хочу сказать, что с Гендиным ничего драматического не случилось, потому что я знаю, что, может, многие заволновались. Его не сняли с эфира за какие-то резкие высказывания, просто он попросил несколько дней выходных, чтобы поехать, значит, в Стамбул. Нет, ну, просто там был какой-то очень такой льготный вариант и еврейскую Пасху провести, значит, среди мусульман. Там был город-контраст. А, то есть я тут, потому что он по льготному варианту, я поняла, да, я выиграла билетик. Ну, конечно. Ну, на самом деле, я же не зря сказала, что директор-распорядитель. Я пришла инспектировать, чем вы тут 11 программ занимались, смотрят ли вас вообще зрители, потому что мне нужно понимать, нужна эта программа нашему зрителю или не нужна, и какие новости они хотят, чтобы вы, ну, и я тоже сегодня обсуждали. Ну, не вопрос. Чтобы, Гарик, соберись, и сегодня надо следить за базаром. Хорошо, хорошо, хорошо. Надо как-то. Нет, сегодня нужно рейтинги повышать, накручивать, поматывать. Друзья, смотрите во все глаза на эту нашу программу. У нас там какой-то вопрос. Вопрос, поэтому у нас сегодня вопрос, какие новости вы считаете наиболее важными? Местные или интересные? Кто прошифрует этот вопрос? Кто объяснит зрителю? Не, ну, я на самом деле думаю, что бывает, что и совпадают. Такие вещи и бывают. И, конечно, очень хорошо, когда местные новости интересны. А бывает, что вот как бы и не совсем совпадают. То есть что важнее, чтобы новость была обязательно местная, и мы ее здесь обсуждали, да? И даже не интересная, но местная. Да. Либо новость любая, из любого уголка страны, может быть, там из Вселенной, но она должна быть обязательно какая-нибудь занимательная, интересная, может быть, развлекательная. Ну, чтобы был особый какой-то интерес в ней. Итак, как мы контролируем вопрос? Звоните, пожалуйста, телефоны вы видите на ваших экранах, количество звонивших мы тоже, я надеюсь, узнаем к концу эфира и сделаем выводы, что для вас интересно и, возможно, что-то изменим. Конечно. Телефон прямого эфира тоже работает, его номер 370-3101. Итак, если вы голосуете за местные новости, ваш номер 370-3102. 0-2. 0-2 на экране. Если вы голосуете за интересные новости, ваш телефон 370-3103. А если вы просто хотите что-то нам сообщить, то ваш телефон 370-3101. Правильно? Да, все правильно. Все абсолютно правильно. Я бы звонил по всем сразу. Я хочу вот еще сказать несколько слов. Сегодня понедельник, да, мы до него дожили. Мы дюзили, дюзина, программа 12. Сегодня началась у православных страстная неделя. Вчера было верное воскресенье, въезд Иисуса в Иерусалим, значит, и вот эта вот неделя, ну, она насыщена очень такими значительными событиями в истории и в таком эмоциональном и духовном мире. Ну, будут, конечно, и страстная пятница, но и все-таки будет воскресенье, до которого, в общем-то, мы все доживем, чтобы потом дожить до понедельника. До следующего понедельника. А следующий понедельник будет выходной. Да. Не только у Гендина, но и у вас, и у меня. Ну, и программы доживем до понедельника. Программы, да. Ну, я думаю, что событий на этой неделе было много. Вот, не знаю, хорошо ли это новому премьеру вступать в должность, начинать свою работу. Хорошо ли тебе новый премьер вступать в должность? Такую неделю, да. Ну, собственно, в прошлую неделю он начал. Начал уже очень так вот активно, уже объявил о том, что будут наверняка повышены тарифы. С 1 мая нас ожидает повышение тарифов на ГАЗ, по словам Гройсмана. И, уходя с должности вице-спикера, такую хорошую оставил о себе память. Он был просто спикером, он был не вице-спикером. Он был спикером, конечно, да, он был главой. И он подписал распоряжение о том, что он повышает депутатам зарплату почти в три раза. Вот там около 7 тысяч у них была зарплата, теперь она у них будет около 18. Это он в должности спикера еще подписал? Да, это одно из последних. Ну, это не слово запоминается. Это нормально, отходная такая, ребята. Была хорошая компания. Запомните меня таким. Он проставился. Да, проставился нормально. Ну, я не знаю, может быть, это такой способ привлекать депутатов ходить на работу, потому что, вот, как ни показывают, все залы пустые и пустые, и там до половины их никак не наберется. А Порубин, новый спикер, он сказал, что он будет стимулировать депутатов ходить на работу штрафами. Если будет пропускать, он сначала там будет вести беседы, писать какие-то списки черные, а потом будет штрафовать, снимать часть зарплаты или всю зарплату. Так что это копилка. Я давать бедным. Новый старшилкин, депутат, депутат, черные списки спускают. Видите, как в детстве было, да? Девочка, девочка, черные, громкие. Вот такая вот материальная составляющая уже прозвучала в новом нашем составе, и в премьерском, и в спикерском. Поэтому депутаты, может быть, задумаются. А я сейчас продемонстрирую, что я вас смотрю. Не только вами руковожу, но и смотрю. Потому что в одной из прошлых программ вы сказали, Гендин сказал, кстати, отсутствующий. Кстати, who is that today? Гендин. Он сказал, что Гройсман показал зубы. Вынул и показал зубы. Да, так вот теперь Гройсман, во-первых, показал, что он может уйти красиво с одного поста и перейти на другой. Во-вторых, он теперь регулярно показывает себя на Фейсбуке. Каждую неделю он делает отчет о проделанной работе. Вот он записывает видеообращение. Это все равно не он. Это все равно за него делают. Не важно. Но Фейсбук его уже полюбил. А выглядит как Гройсман. Ты знаешь, сейчас мы закончим, я пойду проверю. Ну, то есть нормальный такой тоже ход. Не, ну, я думаю, что это правильно, потому что сейчас же очень важно, вот, ну, имидж, как человек выглядит в Фейсбуке. Вообще, сейчас мы все очень волнуемся за имидж Украины, тем более у нас есть такие позитивные сигналы с Запада, да. Потому что вот там в Латвии собралось 12 министров иностранных дел, и они в очередной раз сказали, что, значит, нужно срочно ввести там безвизовый режим с Украиной, ну, там, с Грузией, с Молдовой, это понятно. И вот Еврокомиссия, она внесла на рассмотрение Евросоюза и Европарламента 11 мая. То есть, да, наш вопрос будет рассматриваться, и все радостно, и уже через несколько месяцев, как сказал Петр Алексеевич, у нас будут... Прям летом, он сказал, в середине лета. У нас будут отсутствовать визы, у нас их не будет, а у нас будут там какие-то... Я надеюсь, не по календарю мая, да, он это сказал, да, потому что эти несколько месяцев, это несколько каких-нибудь лун, там, полных, неполных. Нет, я думаю, что это все нормально, Европа... У нас такие загадочные. Я думаю, это чтобы привалило работы в миграционной службе. Я думаю, что Европа справится со своими обещаниями, но, с другой стороны, я не советовал бы людям уезжать надолго, скажем, больше, чем на 30 дней, потому что то, что Европа нас все время приближает к своим стандартам, а мы достаем из каких-то пыльных сундуков нафталинных своих стандартов... Это про регистрацию, да? Да, оказывается, да. Да, что вот у нас теперь будет такая вот регистрация, значит, если ты больше, чем на 30 дней куда-то уехал, то нужно, значит, там идти куда-то и регистрироваться. Причем, ну, объясняют это тем, что если человек живет не по месту регистрации, то, а пользуется, там, скажем, ну, больницей, там, поликлиникой, это возрастает коррупционная, как бы, составляющая. Он же приходит и, типа, там, говорит, я не местный, да, ну, мы интересные, вот вам, типа, и все. А сейчас коррупционная составляющая переместится в другое место, а именно туда, где будут людям выдавать регистрации, потому что у нас без этой составляющей все равно процессы не происходят. Ну, по большому счету, на мой взгляд, это, как бы, ну, немножко тупо, да, там, вот, ну, если... Как мягко, то есть, молодежный шленк у тебя, немножко тупо. Ну, то есть, если человек больше, чем на 30 дней куда-то уехал, и он не зарегистрируется, то у него, может быть, там, штраф, там, аж до 51 гривны. Я бы сказала, что это совсем тупо, потому что методом контроля выбран, если вы сами признаетесь. Нет, вот, на самом деле, я читал, что как на Западе происходит, что если человек уехал там, ну, и живет не там, то, в общем-то, ну, живи себе и живи. То есть, вопрос о его регистрации и всем остальном возникает, если он пытается, ну, пользоваться какими-то, ну, там, действительно, в больницу идет или в поликлинику, или хочет налоги заплатить. Тогда его спрашивают, а ты, собственно, местный или не местный? Его везде контролируют, например, там, в общественных туалетах, в платных музеях, в кино, нет, не поймают? Где, где, где? За границей, за границей. По поводу регистрации, да. Вы запутались. Пользоваться там можно же не только больницей, там. У них есть ID, они везде прикладывают ID. Да, у них там есть карточка, и все, человек там насквозь просматривается, а у нас... Ну, так, а у нас же нет. Ну, у нас фотокарточка. А у нас что-нибудь будет, 30 дней, 11 дней. Так, слово регистрации вам, кто смотрит сегодня. Сегодня нашу программу, нужно зарегистрироваться сегодня обязательно, потому что иначе я вот буду разбираться с программой «Доживем до понедельника» и доживут ли они. Если кто друг друга любит, могут зарегистрироваться. Пожалуйста, да. То есть форма регистрации такая. Если вам важно видеть и обсуждать местные новости, вы звоните по телефону 370-3102. Да, 0-2 и 0-3, если интересно. Если вам важно интересные новости, 370-3103. Конечно, опрос у нас такой немножко ироничный. Я думаю, все понимают, что и местные, и интересные все новости важны. Но для отчетности, для статистики нам это нужно. У нас уже есть телефонный звонок по поводу нашего интерактива. Пожалуйста, мы готовы вас послушать. Добрый вечер. Если на связи. Добрый вечер. Слышите нас? Пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Алексейна Сокол, живмассив. Скажите, пожалуйста, я бы очень хотела, чтобы больше было вопросов наших местных, в частности по коммунальным вопросам. Будет ли с апреля месяца повышение газа, газа печки, именно газовой печки в два раза. И теперь еще. За 15-й год вернули оплату не 32 гривны, 35 копеек, а 64. На каком основании я задавала вопрос и с 9-й канал два раза, и в 11-й никто не мог ничего ответить. Очень насущный вопрос. Пожалуйста, узнавайте и сообщайте нам. Вы имеете в виду норму. До понедельника, до понедельника, слушать вас и ждать ответы на наши вопросы. Спасибо. Я поняла, это речь идет о норме. Это нужно разъяснить вопрос. Ну, на самом деле, это наша обязанность. Если люди нам дают такое задание, думаю, что мы просто подготовимся, и в следующий понедельник, ну, или в тот понедельник, когда мы будем выходить, мы ответим на этот вопрос уже готов. К сожалению, нам пока профессионально, компетентно никто так и не может ответить на этот вопрос. То есть нас уводят в какие-то дебри описаний процессов, структуры газовых компаний, перерегистрации, переаттестации и так далее. Там к счетчикам возвращают нас, но толком нам пока, как журналистам, никто не ответил. Так что я приношу... И мы такие же обыватели, к сожалению. Да, приношу сейчас извинения нашей постоянной зрительнице. Я слышала ее голос уже неоднократно. Но будем стараться что-то выяснить и пригласить кого-нибудь в гости. Ну, о повышении тарифов Гройсман сказал наверняка с 1 мая тарифы на газ будут повышены почти в полтора раза. Вот той цены, которая сейчас есть, вот 3,60, да, то там вот должна быть цена 5 с чем-то, 5,5, по-моему. Ну, пока еще нет вот прям стопроцентного распоряжения, но он сказал, что это будет. Так, ну мы отметили вопрос зрителя и поняли, что ей интересны местные новости. Ну, там пока есть статистика, вот сейчас показывают и периодически 70 на 30 вроде бы, я видела. 70 на 30, да. А вот местные 70, 29 интересные. Ну, 70 на 30, да, пока. Ну, это прогнозируем еще интересные. А если местные еще интересные, да. Перейдем к местным или к интересным? Ну, я не знаю, что там у нас. Ну, давайте пока об Украине поговорим. Мне вот интересна тема, например, что в Украине пока, пока все еще не приживается опыт с назначением зарубежных специалистов на государственные должности. Вот и прибалты, и грузины, вот как-то они, если и боролись, то, по крайней мере, еще безуспешно на сегодняшний день. Теперь настало у нас время поляков. У нас известный человек в Польше возглавит железную дорогу Укра-Залезнытью. И второй известный в Польше реформатор Лешик Бальцирович, он станет представителем президента в Кабмине, то есть будет таким надзирателем. Все ломают голову, чем же все-таки Петр Порошенко его заманил, что пообещал президент. Я думал, все ломают голову, чем теперь займется Петр Порошенко. Ну, и вот говорят, что главные методы поляка в своей стране, когда он занимался реформированием, это ликвидация государственной собственности и отказ от социальных выплат, от социального обеспечения. Это, конечно же, ударит по нашим жителям, конечно же, наверное, не понравятся его шаги, но его считают единственным в мире экономистом, которому удался, который имеет опыт успешных реформ по переходу от модели социалистической, крыночной экономики. Шоковый терапевт. Да, да. Ну и вот... Где-то не криотерапевт. Где-то у нас уже... В заморозе такая снежная королева, да? Ну, Бальцирович это да, это голова. У меня вот, я боюсь, что он может повторить опыт Саакашвили у нас в Украине, потому что отношение... А что, Саакашвили уже закончил свои опыты? Значит, Лена, у меня иногда такое ощущение... Ну, вот очень неоднозначное к нему отношение у себя в стране. То есть, Украина... То есть, Украина его многие не любят сейчас. Украина уже, можно сказать, и не таких обламывали, знаешь, обломали многих. Ну, зато весело. У нас теперь будет артист. Я просто, да, я хочу сказать, что вот ты так скользь сказала про Украинский залезницу. Есть такой человек, его зовут Войцех Бальчун. Я попрошу Глеба, чтобы он показал, вот предъявил этого человека. Кто такой Глеб? Глеб... Не, ну, это он выглядит как-то очень гламурно. Это Войцех, это не Глеб. На самом деле, это такой рок-н-ролльщик. В общем, очень такой персонаж колоритный. Вот, где он в татуах, там, где он со своей рок-н-ролльпой. Вот, вот это уже ближе, ближе. Куда Джонни Дэн. Вот это уже ближе к идеалу. Значит, человек, который не знает ни русского языка, ни украинского языка, но, тем не менее, считается классным реформатором. Ну, потому что он в Польше руководил и самым крупным банком, и польской железной дорогой. Из убытка там в 100 миллионов привел в прибыли 500 миллионов. То есть, на самом деле, да, рок-н-ролльпа называется его, там, чемия. Но дело не в этом. А он поет до сих пор? Он поет, да, я понимаю. То есть, он русского не знает, украинского не знает. И рок-н-ролльщик. То есть, в принципе... Он будет петь, обращать к своим подчиненным, да? Тем не менее, его зарплата годовая составляет полтора миллиона долларов. Поэтому, наверное, же... Это из бюджета, да? Ну, как это там, зарплата нормального топ-менеджера. Вы меня, извините, украинский залезницы, это 6 железных дорог, это 300 тысяч человек, которые там работают. Поэтому, если человек эффективно этим будет управлять, это, в общем, нормальные там мировые как бы цены. Я бы не взялся за такие деньги управлять железной дорогой. Да что нормально? Человек, по крайней мере, не делает вид, что ему не нужны деньги, и что он пришел сюда, там, не нужны амбиции, как это раньше делали. Ну, он заявил, что, во-первых, надо там железной дороги избавиться от всех непрофильных активов. Ну, много же. От тараканов, ты имеешь в виду? Профильных активов. Нет, почему? Это пассивы. Почему? А тараканы очень активны бывают. У тебя есть на них спрос? У меня? Да нет, ну ты говоришь, он имеет в виду то, что продают. У меня есть предложение, Горик. Вот. А все остальное на аутсорсинг. Короче говоря, я не знаю, декларирует он вещи правильно, и судя вот по польской железной дороге, я очень верю, что у него что-то получится. То есть теперь на польской железной дороге все будет плохо, да? Нет, почему? Он же что-то оставил. Я уже стою на рельсах, все нормально. Главное, что с утра, если едешь в украинском поезде, то, по крайней мере, с утра уже по радио будет рок-н-рол. Многие будут рады, что наконец-то в Украинском залезнице поменяется репертуар. Да, да, конечно. Потому что иногда совершенно, ну, такие нафталином отдают все там песни. Так что вводится их удачи. Ну, и судя по популярности вот фейков, уже появилась такая информация о том, что якобы туалеты на железной дороге сделают платно в поездах. Ну, я думаю, что эта информация неправдивая, но мой интерес к теме есть. Ну, вы знаете, группа ЮРАХИП, да, выложила фотографии туалетов в вагонах, да, и была просто вот шокирована. Ну, ЮРАХИП, это такая старая группа. Да, да, она же у нас будет выступать, да? Уже выступила у нас. А уже выступила, да? Да, и перед тем, как она вот приехала в Днепропетровск, еще до Днепропетровска, они имели честь ехать в самом обычном вагоне украинском. Ну, и сфотографировали... Это эксклюзив был такой, да? Сфотографировали, ну, я не знаю, может, у них экстрим-тур какой-то был, может, они просто не готовы были. Они сфотографировали, пардон, вот, санитарную комнату, унитаз, ну, то есть, в лучшем виде. То есть, не вот эти вот новые... Войдет в новый клип. Во время работы. А когда он работал... Ну, я думаю, они не все выложили просто. То есть, не видео, а выложили фотографию. Но наш украинский пользователь Фейсбука тут же сказал, так это же свидетельствует не о качестве украинских туалетов, а о том, насколько группу Юрайхип уважают в Украине. Не могли им даже предоставить вагон получше. То есть, это как бы вот намек, что вас тут совсем не уважают. Вы такие старые, вас никто не помнит. Потому что VIP-вагона... То есть, это ваше место возле парашек. Это ваше место возле парашек. То есть, главное всему дать логическое объяснение. Есть одна очень хорошая еще новость. Такая вот один из крупнейших китайских инвесторов в Украине сейчас озвучил свои планы построить в Украине из Украины Варшаву и Берлин скоростную железную дорогу. И можно будет из Киева и Одессы. Возможно, если они воплотят в жизнь этот проект и подпишут договор. Ехать очень легко. Тем более, вис у нас к этому времени уже не будет. То есть, в Европу на шикарном поезде. Здесь, конечно, только Украина ширину пути изменит. Ну, такой проект не дешевый. Кличко нужно туда отправить на тест-драйв. Да, на велосипеде обязательно. Можно на велосипеде. Кстати, вот вы скажите свое мнение. Вот то, что Кличко упал с велосипеда. Это местная новость или интересная? Мне кажется, это ужасная новость. Ехал человек на велосипеде, споткнулся и упал. Ну что, вот растянули это на такие кусочки. Ну что, он не человек, что ли? Он не может упасть. Это вот раньше у него не было велосипеда. А теперь у него есть велосипед. И он добрый. Просто у меня иногда впечатление, что наш человек, он сам не знает, чего он хочет. От Кличко в том числе. Ну, вообще, от правителей. Вот ездит Кличко на дорогом автомобиле. Он плохой, зажрался. Вот тут народ бедствует, голодает и так далее. Он пересел на велосипед. Упал. Не дешевый, опять говорят, дорогой. Не дешевый, но по нашим дорогам, по киевским, кстати, в том числе, на дешевом, я не знаю. А если бы Кличко ездил на дешевом велосипеде, сказали бы, фу, Кличко на таком дешевом велосипеде. Это все пиар. А сказали бы, что он выпендривается и пиарится. И теперь говорят, вот он пиарится, он выехал на велосипеде. Ну, разве плохо, когда человек пиарится на экологическую тему? Ну, так это же нормально, когда разные люди говорят разные вещи. Когда разные люди говорят одинаковые вещи, это то, что вот у нас происходит там за поребриком. Так что все нормально. Что наши зрители говорят по поводу новостей. Да, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем и посмотрим цифры. У нас минут шесть до конца остается. Пожалуйста, добрый вечер. Мы готовы вас послушать. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Очень любезно. Такой вопрос. Зампред Михаил Лысенко выходец из Крыма, Севастополя. Там лет десять назад руководил Яцуба. Алло. Да, да, очень плохо слышно вас, но про Яцубу слышно. За отопление отвечает от котельной до батареи потребителей. Потому что доходит до дома, и никакого ответственного нет. Это в Крыму вы имеете в виду? Нет. Отопление, отопление, теплоснабжение. Я не поняла, Яцуба. Я не поняла, Яцуба. Про Яцубу вы сказали про Крым. Миша Лысенко работал в Крыму. Работал в Крыму, Яцуба, да, тоже. Яцуба там работал. А сейчас Лысенко работает здесь. Яцуба очень правильно поступил. Так. Не слышно совсем. Передали все отопление тепловикам. И они отвечают включительно до батареи. Так. А то до дома дошло, и до свидания никто не виноват. Так, а ваш вопрос в чем? Вы хотите такой опыт, чтобы был у нас? Или что? Конечно, местный вопрос. Все, мы... Это Михаилу Лысенко. Да, все, передадим Михаилу Лысенко. Поскольку у него есть крымский опыт работы. Григорий Рыко, еще поняли, что это вопрос? Я передам, у нас вот послезавтра будет... Вот я делегирую вам как депутату полномочия. У нас послезавтра будет сессия, и мы встретимся с Михаилом Александровичем. А, ну, Михаил Лысенко только о переходе. Вернемся мы к транспорту давайте. Да, все уже знают, что в Днепропетровске наконец-то запустили многострадальный надземный переход. И уже шутят горько, что мы все тут дети надземелья. Потому что он действительно многострадальный, и теперь страдают зрители. Ой, господи, жители. Жители. Ну, жители, они же зрители. Да, они же и зрители, да. На самом деле, то есть мы уже долго обсуждали о том, что инвалиды не могут переехать, потому что не приспособлен переход для этого. Мамы с колясками не могут, велосипедисты не могут. Ну, это как бы надо было ожидать, к сожалению. Да, мы видели, что подъемник там не годится, но нужно было думать об этом, мне кажется, в то время... Социальные лифты не работают. Социальные лифты не работают. Во время проектирования этого всего дела. Но дело в том, что теперь опасно стало переходить дорогу. Почему? Потому что светофор не выключили на самом деле, и забор не поставили. И надземный переход работает, и обычный переход работает. Обычный переход работает. Я знаю выход. Просто у человека есть выбор. Есть, нужен подземный, теперь нужен подземный. 35 секунд. Ты успеешь за 35 секунд перебежать Слобожанский проспект? Ну, это какая норматива, это где-то второй юношеский разряд. Ну, быстренько так, быстренько. У нас есть маленький фрагмент, наши журналисты немного поиронизировали на эту тему. Покажите, пожалуйста, нам фрагмент под названием «Переход». Для немобильных людей залишили светлофор, який працює раз на 7 минут. Але, увага, зелене світло вмикається на 35 секунд. Беги, Форест, беги! Беги, Форест! Мы сами над собой на самом деле иронизируем. Да, ну вот маемо, то еще маемо. Но сегодня журналисты общались с Михаилом Лысенко. Он сказал, дайте двое суток, за двое суток мы постараемся исправить все недочеты. Но он признал, что проект был несовершенен. Тем более, не он же занимался проектом, конечно. Нет, к нему как бы никто его не обвиняет. Но зачем его запустили, вопрос, если он несовершенен. Почему мы ничего, почему вот украинцы такие неперфекционисты? Оленька, в этом мире столько несовершенного и столько запущенного. Вот это сегодня прям такой вот мягкий, оптимистичный. А я на месте Гендина сижу, я пытаюсь его как бы смягчить. Потому что его надо было, надо закатать. Если говорить о чем-то несовершенном, я хочу сказать еще вот про Евгения Нищука. Это была Гендина опять. Нет, это министр, значит, культуры. Ну, он старый новый министр. Он уже был, это был вот ведущий Майданов там всех этих самых. Он сейчас вот лоббирует создание некого такого агентства, которое должно, значит, там крайне затруднять работу пророссийски настроенных артистов. Я не знаю, как это там сформулировано очень мутно, но функция разработать такие законы, которые сделают невозможным гастроли, приезды, профессиональную деятельность, значит, вот этих людей, которые как-то не так себя ведут. Причем Нищук сказал, что он против того, чтобы составлять черные или белые списки. Я цитирую. Однозначно список должен быть, но цвет его не важен. То есть это вот я не очень понимаю. Я бы оформлял, значит, главное не в списках, а в санкциях. Мы работаем. Министр новая мозга у него старая. Да, говорит, мы работаем тут с СБУ, и многие вещи, говорит, не подлежат обсуждению, и тем более пресс-конференциям. А еще кто по образованию? Я не, ну, наверное, артист. Я думаю, что... Да, не художник, да? То есть цвета ему не важны. И он сказал, что мы должны брать пример вообще с Францией, которая вот очень сильно борется с засилием англоязычной культуры. То есть это, наверное, еще после Столетней войны. Там вот они все борются, борются и запрещают приезд. Ну, хотя бы сравнение с Францией, я думаю, на этом нам заканчивать. У нас 30 секунд. Можно с Китаем все сравнить. Потому что Китай, говорят, готовит демографический взрыв на границе с Россией. Им разрешили заводить третьего ребенка. Все так перепутано в этом мире, правда? Поближе к России, да. Я не знаю, может быть, засланные китайчата потом. Заполняют Россию и там вытеснят кого-то. И давайте посмотрим на цифры, потому что нам нужно уже заканчивать. Пожалуйста, покажите нам интерактив, цифры, какие новости важнее. Ну, 83% конечно за местные новости. И не важно, что они, возможно, не всегда интересные. Ну, мы предполагали. 17% все-таки интересуют, что Обама приехал в Европу. И что в Австрии выпал снег. Хорошо. Это вот интересная новость и зарубежная. В апреле в Австрии выпал снег, поэтому календарь нужно менять, Новый год переносить. Но она и местная, потому что в Украине тоже кое-где в некоторых областях выпал снег. И все. И на сегодня заканчиваем. Уже наше время завершено. О результатах нашей беседы с нашим руководителем расскажем в следующий раз. Доживем до понедельника. Спасибо за внимание. Оставайтесь на девятом канале. Было очень приятно с этими девушками. Пока. Я вам чашечки принесла. Спасибо. Они теперь всегда ваши. Спасибо. Демоны. Два гостя. Просто лучше два гостя. Гости. Гости. Вы же хозяева. Вы же хозяева. И со мной два хозяева.